ПОЛЯРНЫЙ МЕДВЕДЬ Целью была защита складов с военным имуществом, которое союзники поставляли еще временному правительству. Фактически же американцы занимались грабежом и разбоем. Здравствуйте! Простая история о том, что по большому счету ничего в мировой политике не меняется, как и сто лет назад. Приказ о вторжении в Россию отдал американский президент Вудро Вильсон, который вошел в историю как самый миролюбивый хозяин Белого дома. На выборах в 1916 году он победил под лозунгом «Не дать возможности ввязаться в войну». Про Россию он говорил, что все вопросы надо решать, исходя из ее независимости. Нечто подобное мы слышим сегодня от другого американского лидера. Не правда ли? Дональд Трамп во время избирательной кампании тоже вещал, что США должны перестать вмешиваться в дела других государств, а с Россией надо поладить. Но придя к власти, стал вводить санкции и ограничения. Но давайте вернемся на сто лет назад. В декабре 1917 года, как вы знаете, страны Антанты на специальной конференции разделили сферы влияния на территории бывшей Российской империи. От Крыма и Украины до Сибири и Дальнего Востока. Американцы взяли на себя заботу о Приморье. В те времена, как и сейчас, в Америке развернулась оголтелая антироссийская кампания. Крупные магнаты, олигархи, промышленники и русофобы, политики, опасаясь экономического возрождения России, подталкивали президента к активным действиям и предлагали расчленить ее на части. Летом 1918 года пацифист Вильсон дает добро на вторжение. Понять его можно. Соединенные Штаты планировали оторвать свой кусок пирога и овладеть с помощью белочехов транссибирской железной дорогой. Свой поход на завоевание России начали с Владивостока. Но не тут-то было. Не зря же Владимир Ленин говорил, Владивосток далеко, но ведь город это нашинский. Так что же происходило в Приморье, в Хабаровском крае, Амурской области и на других дальневосточных территориях с августа 1918 по апрель 1920 года. 8 тысяч солдат американского экспедиционного корпуса проявили себя как грабители и жестокие каратели. Первым делом они вместе с британцами создали концентрационные лагеря, в которых побывал каждый шестой местный житель. От избиений, голода, холода, непосильной работы ежедневно умирало 15-20 человек. Только в Амурской области было уничтожено 25 сел и деревень. В документах того времени, актах о замученных и расстрелянных крестьянах в Ольгинском уезде в 1918-1920 годах зафиксированы следующие факты. Захватив крестьян, Ганевенчука, Горшкова, Опарина, Мурашка, американцы живьем закопали их за связь с партизанами. А жену партизана Байчука искололи штыками и утопили в помойной яме. Возрастные ограничения телевизионного формата не позволяют приводить еще более жестокие примеры. Не забывали оккупанты и о грабежах. Историк Александр Березкин пишет, только льна, кудели и пакли американцы вывезли 353 409 пудов. А также вывозили меха, шкуры диких животных, поделочную кость и другие товары. Борьбу с партизанами они называли охотой на кроликов. Однако кролики оказались зубастыми. 25 июля 1919 года плохо вооруженный отряд партизан под командованием Якова Трепицына атаковал лагерь американцев у села Романовка. Те, кто хоть раз ездил в сторону находки по автотрассе, хорошо знают это место. По официальным данным американской прессы, погибло 24 солдата. По неофициальным гораздо больше. Очевидцы, в том числе из состава американских вояк, рассказывали, что вся земля была усеяна трупами и тяжелораненными. Командующий экспедиционным корпусом генерал Уильям Грейвз в белогвардейской прессе заклеймил партизан как дикарей. Они применяют в бою старое оружие, которое наносит страшные раны. И это негуманно. Тогда партизаны написали письмо генералу с просьбой выдать с десяток тысяч новеньких винтовок, если они не хотят, чтобы их били из берданок. Потери американских солдат не остались незамеченными на родине. В Конгрессе начали задавать неудобные вопросы. Господин президент, мы не находимся в состоянии войны с Россией. Народ Соединенных Штатов не желает воевать с русскими. Почему же тогда гибнут наши солдаты? Белый дом дал задний ход. И через 19 месяцев, 1 апреля 1920 года, американский контингент покинул Владивосток, потеряв при этом как минимум 200 человек. Зато оставил горы трупов мирных жителей. Вот такая простая история. За преступления перед Россией до сих пор никто не покаялся. Особый цинизм состоял в том, что президент Вильсон получил в 1919 году Нобелевскую премию мира. В общей сложности на военную кампанию в России американское государство потратило 25 миллионов долларов. Это почти в 4 раза больше, чем США заплатили России за Аляску за 50 лет до этого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова